здравствуйте друзья я на прекрасном кипре не знаю можно ли это понять из окружающего пейзажа и сегодня я не мог не воспользоваться случаем чтобы сделать очередной автообзор конечно о кипре тоже будут сюжеты на моем канале но сегодня я продемонстрирую вам чудесный автомобиль на котором довелось здесь находиться это volkswagen up и не просто об об с восклицательным знаком тут ветрено я боюсь что звук будет слышно плохо поэтому прошу меня за это не корить монтировать тоже буду на телефоне так volkswagen up это прокатная машина 2019 года сначала я подумал что это мой любимый форм-фактор она уж очень напомнила мне тойоту пасса что-то есть в ней особенно в пятидверной версии это трехдверная но на самом деле федсваген up меньше чем тойота пасса хоть и очень и и напоминает об с восклицательным знаком автомобили редко можно встретить в россии я посмотрел объявление и нашел всего несколько пять или шесть и все они дальневосточных регионах из этого можно сделать вывод нетрудно догадаться что они привезены из японии да в том числе volkswagen up оставляем поставляется и на японский рынок и у данной машины есть некоторые свидетельства этого данная машина видимо в престижной комплектации у нее имеются противотуманные фары тут обычные галогенки здесь разные датчики видимо дождя и цвета красные зеркала накладки на порогах которые свидетельствуют о престижности данной комплектации битс авто видимо это аудиосистема здесь интересная штука я таких никогда не видел видимо это атрибут трехдверного кузова здесь вот такое отверстие и на двери соответствующая такая планка возможно это какое-то какая-то особенность связанная с удержанием этой длинной двери тоже зайдем внутрь на улице ветра на посмотрите какой он классный какой он беленький внутри к у него панель беленькая их вот это дешевизна то что есть металлические детали на двери она незаметно на фоне белого пластика в целом очень уютно и аккуратненько посмотрите какие классные сиденья прострочены здесь и к замша и к кожа сзади причем другой материал менее здесь светлый тут более темный замша с красной строчкой значит машина оснащена роботом у нее нет даже паркинга только нейтральная передача вот как работает робот сейчас передача сейчас рукоятка на нейтрале это реверс задний ход очень не сразу едет очень не сразу то драйв и при переключении вперед-назад она переключается в ручной режим чтобы вернуться в автоматически надо сдвинуть ее еще раз влево при остановке вы переключаетесь на нейтраль глушите машину она очень-очень противным писком напоминает что необходимо поднять ручник как только вы это сделаете замолкает ну вот кожаный или из чего-то вроде кожи руль с активными кнопками можно управлять аудиосистемой телефоном здесь шесть подушек безопасности в руле пассажирская и боковые сиденья электропакет электрические стеклоподъемники зертала тут управление светом руль регулируется но только по высоте по вылету не регулируется простая климатическая установка ничего лишнего но в то же время все очень удобно интуитивно классная панель вот с такими с таким рисунком на пластике здесь опять же нам напоминают что у нас непростая комплектация обид с аудио тут тоже маленькие буквы b6 динамиков в дверях на передних стойках и сзади соответственно у пятидверного кузова в задних дверях у меня нет возможности узнать как она играет потому что впрочем почему почему бы и нет давайте испробуем ключ смешно тарахтит трехцилиндровый мотор заодно посмотрим переднюю приборную панель здесь все что необходимо тахометр спидометр датчик топлива и электронное того которое на котором есть вся необходимая информация вот bits аудио система попробуем ее включить это я ее выключил теперь здесь появились часы попробуем прибавить звука неплохо действительно неплохо надо бы включить кондиционер металлические ручки открываем что придает иллюзии дороговизны там какая-то лампочка не знаю что она означает электроусилитель руля ну он как у всех машин с электроусилителем пустоват значит режимы света поворотники но тут ничего особенного автоматический режим дворников корректор фар розетка видимо есть датчик давления шинах отключение traction контроля подстаканник больше тут нечего рассказывать посмотрим багажник фальсвагена симпатичная дверь сделанная таким образом что кажется будто она состоит из одного стекла но на самом деле это обычная металлическая дверь багажник такой же как у подобных автомобилей здесь полка под которой скрывается еще одно отделение но видимо для того чтобы она здесь было пришлось пожертвовать они ничем не пришлось пожертвовать запаска убирается отсюда тут она надувная похоже тут инструкция по накачиванию запаски электрический компрессор но сюда поместится и нормальная запаска так чуть интересно это химия но не будем ставить домкрат то есть отличный багажник с двумя отделениями да еще и запаской неплохо неплохо эту полку можно переместить вниз и тогда багажник станет глубже сиденье сиденья сиденья вкладываются как обычно два к одному друзья я не рискну пробираться на заднее сиденье похоже это челлендж для смельчаков или очень маленьких они вот я и на заднем сиденье все тут можно находиться тут можно находиться друзья без удобства но вполне мои колени не не упираются в подбородок тут довольно уютно но я бы не отправился в дальнее путешествие на этом месте но если впереди будет сидеть водитель не с меня ростом а чуть поменьше то в ней совсем просторно будет вопреки ожиданию крючок и посмотрим на панель заднего места еще один подстаканник для мелочи бардачок ну ничего особенного сиденье регулируется вот таким образом по высоте наклона эта ручка отвечает за наклон спинки тут также имеется подстаканник и все ручек нет ни у водителя ни у пассажиров я буду длинуть под капот так а где уже тут вода вот тут ручка открывания капота находится слева очень напоминает мне и это класс ну вот это трехцилиндровый мотор объемом 1 литр мощностью то ли 60 то ли 75 лошадиных сил аккумулятор какой-то большой блок на аккумуляторе сложная минусовая клемма это видимо тут какие-то предохранители и наклейка на японском языке тот иероглиф японский иероглиф говорит о том что машина поставляется и на японский рынок обыватель тут ничего особенного друзья есть турбомотор и есть версии с мощностью 114 кажется лошадиных сил и с механической коробкой но она пободрее конечно прокатим ручник драйв вперед ну что вам сказать друзья она едет как литровая трехцилиндровая машина звучит как литровая трехцилиндровая машина причем это трехцилиндровая машина с роботом когда робот переключает передачи подтыкает следующую педали газа чувствуется заметный провал к этому следует к этому необходимо привыкнуть это микроскопическая машина с расходом три с половиной четыре с половиной литра оснащена системой старт-стоп двигатель заглох работает кондиционер работает вентилятор убираю ногу с тормоза и она заводится сэкономим еще немножко топлива ох тут множество кошек есть возможность ручного переключения но что-то мне даже не хочется ее испытывать в общем друзья вот такая машинка я как любитель маленьких автомобилей в восторге мне нравится наверное найдутся люди которые скажут что эта машина не для наших дорог не для наших условий нет вполне я как человеку которого две тойоты пасса на каждой из которых я проехал по сто тысяч километров скажу что подобный форм-фактор автомобиля очень очень удобен во всех отношениях но велосипед сюда наверное не поместится друзья с велосипедом надо решать что всем большое спасибо смотрите другие обзоры на моем канале а также видео о путешествиях которых там гораздо больше чем обзоров подписывайтесь на мой канал всем пока Чё там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok